Друзья, всем Маткульт привет! Это студия! Хе-хе! Где мы пишем 100 уроков математики Дети и наука фонд! Огромное спасибо друзьям за то, что помогают записать Сейчас супер ролик будет А это кто такой? А это Богдан! Бутырин, да? Бутырин, да Богдан Бутырин Одноклассник Мишки Который на канале появлялся несколько раз Вот, значит, что Богдан делает? Он сделал Квантландию вместе с Михаилом Евдокимовым Да, под руководством Михаила Евдокимова, правильно понимаю? Да, но я составлял часть задач Вот, часть задач Квантландии, да Ну и тут интересно, что Света-то его писала Вот Ну, подзывала, показывала что-то Ну, в основном сама думала И там одной из задач, вот там была такая Такой момент Меня зацепил, что я неправильно понял формулевку И Света тоже неправильно Поэтому неправильно решили И потом, значит, мне пояснили, как правильно понимать формулировку И теперь я готов Сам попробовать решить все задачи Ну и, по крайней мере, может быть, не все Но хотя бы почти все, да? Попробуем решить Вот, а Богдан будет комментировать, правильно, да? Вот так вот И давать подсказки, если что Ну, хотя бы все решите Ну, сейчас посмотрим Я уверен Фиг знает Сейчас поглядим, да, поглядим Шестой класс, да Саватеев еще как бы У меня же теорема Саватеева Старение каждые 10 лет два раза Ну, неправильно буду Каждые 10 лет человек тупеет вдвое Вот, соответственно Вот, да, мне 50 Я в 8 раз тупее, чем Богдан должен быть Если мы стартовали с одной позиции Поехали! Квантландия Счет 10 Да, это изначально дано классиков Чтобы вы могли тратить на подсказки, соответственно Если вам они понадобятся Да, да Так, ну, правила я, наверное, не буду заходить Потому что я видел, как Света пишет И правила эти мы внимательно с ней вместе читали Ну, с правилами, да, все более-менее понятно Обычно просто заходим в город, решаем Да, заходим и решаем Ну что, с чего же мы начнем? Так, давай начнем с комби Потому что комби Ну, комби, как бы я, по идее, ну, наверное А, нет, легче всего мне должны чиселбург, по идее, давать Нет, все, поехали в комби Давайте Так, ну, тут, как бы, естественно, идти от простых сложно Давайте Первая задача Непростой выбор Всего один квантик Да, Петя нужно сдавать два обязательных экзамена Математика и русский И два на выбор Он хочет выбрать какие-то два предмета Из следующего списка Сколькими способами? Да, классический вопрос С, 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 П, ДВ просто, да И все, да Да Значит, только нужно посчитать правильно Физика, химия, историю, информация, биология, география, литература Вроде семь Значит, получит так Раз, два, три Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Главное правильно посчитать Значит, С из семи по два Это, если мне память не изменяет, двадцать один Но это семь, шесть пополам Да Вот, значит, отправляем Готовы? Готовы? Нельзя передумать О! Ес! Само простые задачи решили Да Так, идем дальше Бах Дружба Два квантика уже В классе 300 учеников Оказалось, что каждый мальчик Дружит с шестью девочками А каждая девочка с четырьмя мальчиками Мальчиками Наверное, обычно наоборот бывает Но тут вот как-то так получилось Каждый мальчик дружит с шестью девочками А каждая девочка с четырьмя мальчиками А дружба тут предполагается взаимной Да, 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 конечно А! Тогда Пытаться в уме Или ладно уж Х плюс Игорь Гравно 30 Так, значит Икс это мальчик Буква Х, да? А Икс девочка Уж не знаю почему Так Ну, хорошо Но Значит, если дружба взаимна То получается, что Сколько дружб? Вот Ну, короче, если этот граф Этот граф Получается Мы же не интересуемся вопросом Мальчики друг другу Как дружат, правильно? Мы интересуемся только в Дружбах вот таких Ну, это явно не романтические дружбы Иначе это какая-то жесть Вот Поэтому, видимо, это просто Ну, дружба Ну, дружат Миша с Леной, да? Или там Леша там С Аней Или там Петя с Еще кем-то Вот Дружат и дружат Так Значит Ну, тогда количество Грубо говоря Это двудольный граф нарисован И количество Его ребер Равно Количество мальчиков То есть Х Умножить на 6 Потому что каждый дружит с шестью Но оно же равно Количество девочек Да-да-да-да-да-да-да То есть Да, то есть Получается, что 3х Равно 2у Значит, мальчиков у нас В полтора раза Меньше, чем девочек Все Мальчиков в полтора раза меньше, чем девочек Ну, значит, их 12, естественно А девочек 18 Сколько всего мальчиков в этом классе? Ну, кажется, да, правильно Да Ну, тут Может, может, на счет Может, подсмотреть, может, и решить Понятно, что 12-18 Это как раз получится Вот Главное, что не переводится, что мальчик меньше Сколько мальчиков? Да, 12 12 мальчиков в классе Так Отправляем Отправляем И... да... Yes, Saver Верно! Так Разгоняемся Король и пешки Ну, честно будет сказать, что я видел, как Света взяла подсказку и видел, как уру Ну, ничего страшного Ставьте на паузу Да, честно будет сказать, что я, на самом деле, я не уверен, что я бы сам решил без этой подсказки То есть я сейчас ее помню Вот То есть иначе это просто... ну, то есть я бы считал, и, скорее всего, ошибся просто Я бы пытался Потому что так-то это понятно, что если не было бы пешек этих, да? А, ну, задачу все увидят, я не должен ее, да, сейчас? Да, 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 все видят Значит, если бы не было пешек, то это классически это С из 8 по 4 Потому что мне нужно выбрать, ну, все эти бенумиальные коэффициенты Каждый путь это свой вариант выбрать моменты, когда я иду вверх Мне нужно 8 моментов О, не! Я вру! Здесь же по диагонали можно ходить Еще сложнее, гораздо сложнее Поэтому На самом деле На самом деле, да, тут Тут надо, я боюсь, что без бумаги вообще никак Да, тут надо, к сожалению, все клеточки нарисовать Да, и вот я честно скажу, что я видел эту подсказку, с помощью которой, конечно, сразу же решаются Все? Вот, я, значит, вот, первым, вот, сколько вариантов попасть вот сюда? Один И сюда один Да, да, да Вот, это запрещенные места, поэтому вот сюда тоже один всего Ну, как бы, вот, один путь ведет То есть, сколько путей ведет в данную точку Можно вычислять по формуле, что А сколько путей ведет из всех допустимых до этого точек То есть, куда, как можно попасть, вот, например, сюда Сюда можно попасть только отсюда То есть, это один Вообще, вот это вот везде будет единица Да, мы сейчас считаем на столбцах На столбцах и строках только один вариант попасть, королев Как только он сделал какой-то другой ход, он уже с этого столбца ушел Да И вот теперь поехали То есть, вот сюда уже два варианта попасть Потому что, либо так, либо так Ну, короче, вот отсюда прийти нельзя, потому что здесь пешка чужая сидит Я могу отсюда прийти или отсюда Поэтому здесь стоит число 2, здесь два варианта И как только они различные, уже все варианты, которые продолжаются, будут разные Поэтому, фактически, идет просто суммирование соответствующих чисел В лоб Ну, и больше, как бы, ничего Давайте мы подсказку возьмем, чтобы зрители увидели, в чем, как бы, состоит идея задачи Давай, да Потом мы этот балл мне обратно, как бы, как бы, припишем Припишем, ну, умственно припишем Да, да, да Не важно, какой будет результат Да, да, мы, кстати, можем считать, чтобы посмотреть, какой максимальный может быть Вот, подсказку возьмем просто, чтобы показать ее зрителям Вот Если число подспать на 3 клетки равное А, Б, С, то там будет сумма Да, да, да И после этого совершенно все понятно Ну, и теперь тут вопрос только в том, чтобы не ошибиться Два Четыре Шесть Четыре Два Четыре Десять Восемь О, уже Восемнадцать уже Двадцать Четырнадцать Сорок Да, кажется, мне, кстати, когда я решал эту задачу, мне тоже, кстати, такой вариант, кажется, попался Давайте попробуем ввести Так Отправляем Тыдыщ Yes, sir Верно Не обсчитали, да, замечательно Один балл взяли на подсказочку И, ну что, добиваем Так, да, осталось По Минаторику Вот, это, кстати, моя задача А, в тире В тире В тире А, в тире Ну да, развлекательное мероприятие Привет, да Так Да Ага Да, 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 да Значит, он сделал десять выстрелов и записывал, сколько очков Значит, количество очков для соседних отличается не больше, чем на один То есть, восемь не идет за десять и десять за восемь Да, да, да Остальное все разрешено Так, вот, все Он очень точный Я бы молоко все послал, почти все И все Да, да, ну понятно, да То есть, он сделал десять выстрелов Да, да, да Ну тут вот Сколькими способами можно было добиться вот такого вот нарисованного результата Да, то есть, одной восьмерки, одной десятки и остальных всех девяток Да Восьми девяток Одна восьмерка Восемь девятка Восьми девятки, одна десятка Да Да Да, две последствия считаются одинаковыми, если, ну, полностью Так, ну, понятно, что мы стартуем с С и с десяти по два Как с базового чего-то Потому что, значит, мне нужно выбрать для начала места, где стоят восьмерка и десятка Вот, если я их выбрал, это С и с десяти по два Вариантов выбрать такие места А это еще не все Потому что Мне не устраивает ситуация, что они стоят рядом Вот эти две точки стоят рядом, мне это не устраивает Ну, что считать, девять, естественно, да, девять таких Да, десять минус один Десять минус один Но Но еще нет, не все, потому что надо их поменять местами Все Надо, значит, С и с десяти по два, это когда я зафиксировал Зафиксировал, в какие моменты он не попал в директор Да И если я вышел девять, которые запрещены, я получил все варианты Но дело в том, что в С и с десяти по два не учитывается порядок А здесь он важен Важно, восемь или десять идет в начале Поэтому нужно просто умножить на два Или что то же самое Первое, например, когда была десятка Это десять возможных способов А когда была восьмерка, еще девять, ну, возможных способов Если не учитывать этого условия Вот А То есть по-другому я могу написать, что это десять и девять А дальше нужно вычесть все варианты, когда условия Да Но Теперь же восемнадцатый считаешь Потому что восемь десять и десять восемь Да Должно получиться, естественно, одно и то же То есть семьдесят два тут вроде получается, да Десять на девять пополам Это сорок пять минус девять шесть на два Семьдесят два Ну, я, короче, и рискнул Ну, да, но можно было еще по-другому решить Можно было просто сначала все девятки поставить Почитать количество мест И Ну, там уже просто пишется произведение То есть Мы поставили сколько там? Восемь девяток У них получается девять мест Да И получается ответ это девять на восемь Нужно выбрать две позиции под десять и восемь Две позиции, да Между девятками При этом можно ставить перед первой девяткой и после последней А, ну, это другой способ, да Это решение задач на CZNP2 Есть куча вариантов объяснить, что такое CZNP2 Да Отправляем Вот когда я придумал вот эту задачу, у меня вот это решение Ну да, они же не обязаны, значит, что это CZNP2 Конечно, да Ну, то есть простая комбинаторика какая-то, да Но все равно разными способами можно все сделать О! Все правильно Верно Пока идем четко Да, 19, причем это было бы 20, если бы А Все, республику Коби закрыли Закрыли, все, да Так, ну что, берем жесть для меня Оставим, вот, мои любимые, да Хорошо, да-да-да Наконец Геома за 2, за 3 или за 4 А единицы нету? Вы не пугайтесь, задачи довольно простые То есть, это, как бы, все хорошо Прямые на клетчатой бумаге На клетчатом листе бумаги отметили три узла ABC Отметьте еще один узел D Так, чтобы прямые AB и CD были перпендикулярны А Ну, да, ну, просто вектор, сковерное произведение Которое на этот равно нулю Сделать, научно говоря То есть, если так B идет 4 вниз и 5 направо Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре, пять То от C к D должны идти 4 направо и 5 вверх Потому что тогда как раз будет произведение Как бы, ну, вот, вектора, да, 4 Ну, тут, на самом деле, не так Тут вектор от A к B, AB Вектор AB равен 5, минус 4 Да И перпендикулярный ему вектор, это вектор 4,5, естественно Поэтому CD должен быть равен 4,5 или DC Это неважно А CD равен 4,5 То есть от CD надо отступить на 4 направо и на 5 наверх Все? Да Да 4 направо и 5 наверх Да, сюда Рискнем Ну, от детей предполагалось, что просто равенство треугольников заметят повороты какие-то там А-а-а Ну, это же то же самое Если прямоугольник вот этот натянутый на диагональ AB повернуть То как раз получится А, да Вот эти точки еще взять Две И будут два Отправляем Не сомневаюсь Все правильно Супер Хорошо начали Хорошо, да Я так плохо решаю такие задачи Ну, ничего Сейчас с тобой Раздел жилплощад А можно экспериментировать немножко? Конечно Тут можно выбирать А потом уже вводить ответ То есть тут все интерактивно Поэтому можно делать как удобно Так Не угадывается ничего Так Нет, подожди, давай по-моему Клеток 8 плюс 6 14 плюс 4 18 И оно же 24 минус 6 А то есть по 9 Значит, соответственно, по крайней мере по 9 Они должны из клеточек строить, естественно, да? Да, 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 конечно Так, дальше Я просто увидел Ну да, то есть во всех вариациях Да, кстати, мы забыли сказать То, что в каждой задаче предусмотрено несколько вариаций Поэтому они случайно выдаются каждому участнику Да, здесь просто нужно было, да, по сути увидеть просто пристально посмотреть Да, я не очень понимаю даже как объяснять это решение Когда оно получится, ну то все, это такая нбуковная, да, такая задача На самом деле, Михаил рассказывал, там можно как-то отразить, как-то симметрично, дополнить до квадрата и просто увидеть это как-то явно построить Ничего себе Ну я тоже Ну, в общем, я как-то, да, ну ладно Так, выйдите часть, так Поехали Верно! Ну что, добиваем геома, да? Вообще не обязательно, да? Можно и другие разделы уходить, оставляем Да, 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 то есть в любом порядке Но это вот уже полноценная геонитрия Но все равно для младших классников Равнобедренного Да, да, да То есть все симметрично Это прекрасно Равнобедренного АМ равно 6 БМ 7 Так, этот угол нам неизвестен Да? Нам неизвестен, но он... Вот этот угол известен Да Это 60 60 градусов Так, АМ 6, БМ 7, да? Вот это 7 Это 6 Это 100 120 То есть вот это 60 Мне трудно это нарисовать Короче, это 60 А, 60 Да А он равнобедренный 120 60 А, хе-е-е Нет, не можешь так просто Отразить просто относительно этой линии И все Да Так и решается Складывается пополам И оказывается еще один угол 60 И 120 Потому что он равнобедренный Он совпадет, да? А этот тогда тоже 60 Понятно, да? То есть, да Можешь все считать Нет, а дальше уже понятно Потому что это все три равны Значит, это 7, 7 и 7 Да, вот они Да БМ равно 7 А это 6 Потому что он там же, где этот Получается 19 Да, но я на следующий случай покажу Решение Нужно отразить точку М относительно В вертикали, которая, правда, не нарисована Да, которая проходит через В Тогда здесь образуется как раз Равносторонний треугольник И дальше уже все считается Вот здесь 7 А вот с этой стороны И вот с этой стороны по 6 Да Шикардос Вводим Красивая задача в самом деле Да, очень хорошая И главное, не сложная Я думал, на 4 балла будет полный финиш Так, ну вот это похоже Да, Головоломск и Остров Лужецов Ну давай Лужецов Так, давайте Игра с лампочками Ниже показаны какие лампочки Они зажигают или гасят Ах ты ж слушай Офигеть А можно экспериментировать, да? Конечно, да Вот взял и обратно, да? То есть ответ нужно отправлять, когда здесь ничего не горит Да В уме представить Ну-ка подожди Ой Так А нет, это дальняя пошла Дальней у нас нет А если я буду Как дурак Значит это А, стой, стой, стой Все Да Слушай, ну как бы это сказать Ну это Ну вот В уме я бы дольше решал гораздо Просто так вышло Как бы Наобум Я не знаю Это неправильно Да, так Надо было решать По-умному Надо было Ну мне бы представлять себе Как они На самом деле Здесь как Здесь просто видно Что, например Какие Здесь есть пара переключателей Которые Друг друга Более-менее компенсируют И Можно понять Что Без Вроде кажется Без вот этих Не получится ничего сделать Потому что Вот эти попарно Они друг друга Как-то Перекрывают То есть Более-менее понятно Что второй И третий Нужно использовать Именно в этом Идея Да Это интересно Потому что я Конечно просто Ну Пошлепал И пошлепал Ну конечно Мне кажется Какой-то По рабочей христианству Систему уравнения За два Написать И все И повышать Точно Да Так Это Вожжицев Причем Вожжицев у нас Тут нет Да О Дело о краже Кораллов Да Логическая задача Детектив Рассказал Дело о краже Кораллов У Клары Конечно же Да Второй подозреваем Алекс А, Б, С Короче Далее Следующее показание Алекс Я не крал Карл не крал Значит А и К Не крали Да Я не крал Это А украл А не крал Б украл Было установлено Что двое Сказали Правду В смысле В обоих утверждениях Да Да Естественно А третий Дважды Солгал Кто Украл Кораллы Так Дай я узко попробую Угу Так Надо посмотреть Про кого Утверждается Дважды Что там Я Это Я Бывают Разные Но Чтобы Про какое-то Имя Утверждалось Что-то Дваждое Так Бен Говорит Что Аликс Украл А Карл Что Аликс Не крал Не годится А Бен А Сейчас Нет 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 Аликс Не крал Карл Не крал Сейчас Это они Про друга Нет А Сейчас Сейчас Все Я нашел Я нашел Кого-то Вот Смотри Аликс Говорит Что он Не крал Он Аликс Не крал И Карл Говорит Что он Аликс Не крал Да Значит Аликс Не крал Потому что Два Человека Если Два Утверждения Совпали Да То Что Двое Сказали Правда Да Значит Аликс Точно Не крал Но Если Аликс Не крал Значит Он Не лжец Он Скрал Про себя Что он Не крал Да Оборон Ничего Не утверждает Но И Карл Не лжец Потому что Сказал Что Аликс Не крал А Кравл Говорил Что Кравл Бен Все Да Кравл Говорил Правду Значит Бен Украл Да Верно Ура Так Ну И Та Самая Та Та Самая Да Значит Про эту Задачу Нужно сказать Отдельно Эту задачу Я уже Видел Потому что Света Ее решила Неправильно И подозвала Сказала Пап Как Проверяй Решала Она Очень 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 Долго Ну Достаточно Долго Кстати Там Время неограничено Да Было Да Да То есть Можно было Решать До 21 Числа Вот В общем Она Выдала Ответ Она Мне Объяснила Я Посмотрел И Читал Его Правильно Читал Что Неправильно Я Конечно Написал Михаилу Говорю Что Фигня Он Говорит Когда Человек Говорит Рядом Со мной Сидит Лжец Он Имеет Ввиду Что Рядом Со Мной Существует Лжец И Это Надо Было Понимать Так А Мы Понимаем Что Он Смотрит Направо И Говорит Рядом Со Мной Сидит Лжец Рядом Сидит Хитрец То Есте Он Делает Утверждение Про Двух Разных Людей Но Не Известно В Каком Порядке Мы Оба Это Поняли Так Думаю Очень Многие Так Понимут Если Честно Посмотрим Это Единственная Задача Где Условие Совершенно Непонятно Как Некорректно Это Единственная Задача Где Некорректно Условие На Мой Взгляд То Есте Оно Не Уточнено Надо Было Скать Что Утверждение Рядом Сидит Лжец Будет Ложным Если Ни Справа Ни Слева Нет Лжеца Вот Надо Было Как Понимать И Теперь Исходя Из Этого Я Попробую Что То Сделать Какие Выводы Итак Что Каждый Сидящих Заявил Две То Есть Лжец Внимание Лжец Лжет Что Рядом С ним Сидит Лжец Это Значит Ни Справа Ни Слева От Него Лжеца Нет Да И Хитрица Нет Значит Любой Лжец Обязательно Окружен Двумя Рыцарями Да Все Так Тоже Круто Так Так Значит Там Было Прав Десять Человек У Свет Здесь Один Ну Не важно Не имеет Значения Сейчас Подумаем Значит Дальше Вот Теперь Внимание Вот Рыцарь Если Если Есть Лжец Если Он Есть То Вокруг Него Два Рыцаря Может Личто Его Нет Вот Пусть Рыцарь Есть Какой То Если Есть Рыцарь То Он Вообще Говорит Правду Значит Рядом С Рыцарем Заведомо Сидит С Вот В Такой Паре Гораздо Проще Чем Там Очень Трудно Было С Тем Пониманием Как Мы Было Очень Трудно А Здесь Гораздо Проще Значит У Рыцаря Всегда Есть Сосед Лжец Значит Если На Круге Нет Ни Одного Лжеца То Нет И Один Раз Правда Один Раз Неправда Один Раз Хитрец Может Быть Это Допустимо Условия Задач По крайней мере Задача Сформулирована Корректно Неверно Что Вообще Во всех Расстановках Не Может Быть Соблюдено Это Условие Нет Мы Предъявили Конкретную Остановку Когда Один Хитрец Но Все Так Если Есть Хотя Б Один Рыцарь То Есть И Лжец А Да Вот Теперь Дальше Значит После Х Так Как У него Одно Верное Одно Неверное И Уже Как А Нет Здесь Кто Угодно Может Быть Кто Угодно Может Лжец Может Хитрец Нет Потому Что С лжецом Два Рыцаря Да Значит Только Хитрец То Если Здесь Сидел Лжец С Точки С С Хитрец Было Все Хорошо Но Лжец Не Может С С Хитрец Иначе Он Алидарец Скал Правду Да У Всегда Два Рыцаря Значит Поэтому Это Обязательно Хитрец Дальше Теперь Дальше Идет Тут Рядом Опять Здесь Хитрец Значит Раз Правду Сказал Значит Рас Вот Здесь Не Не Лжец Либо Хитрец Либо Рыцарь Да Уже Два Варианта Получается Да Значит Либо Хитрец Либо Рыцарь Ну Значит Ну Вот Как бы Нам же Нужно Как можно Меньше Их Сделать Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Осталось Четыре Так Значит Лжеца Не Может Быть Иначе Он Два Раз Скал Правду Значит Соответственно Рядом Со мной Сидит Да Ну Да Хитрец Или Рыцарь Хитрец Или Рыцарь Значит И в обоих Случаах Да Будет Утверждение Проложать Неверное Так Ну Тут Да Тут Надо Как бы Немножко Подумать Тут Четыре Варианта Уже Возникает Ну Давай Так Значит Давай Пока Поминимизируем То То Вот Четыре Хитреца Обязательно Должны Быть И мы Это Строго Доказали Может Мы Как раз Перенесем Вот Это Сюда А Ой А Можно Играться Да Да Ну Че Там Да Если Давай Поиграем Значит Мы Исходим Из того Что Лжец Есть Потому Что Иначе Будут Все Одиннадцать Хитрецов Да Нам Это Не Надо Поэтому Мы Сейчас Исходим Что Это Точно Да Вот Этот Фрагмент У нас Точно Есть Да Сейчас Точно Есть Четыре Хитреца И вот Теперь Вопрос Можно Обойтись Без Пятого Если Без Пятого То Мы Сюда Обязаны Поставить Рыцаря Да Получается Рыцарь Лжец Рыцарь А Да Точнее Так Да Но Входит Суков Против Простите Собака Входит Противоречие Потому Что Два Лжецаря Не могут Сидеть Иначе Они Говорят Правду Да Значит Что Мы Доказали Мы Доказали Что Хитрецов Не Меньше Пяти Да Строгое Доказательство Получено Потому Что Здесь Не Меньше Пяти То Здесь Должны Лжецы То Что Рыцарь Всегда Говорит Правду Да Ну И Как Получить Пример Уже И Тогда Здесь Может Быть Рыцарь И Тогда Здесь Может Быть Лжец Отправляем Должен быть Правильный Ответ Ура Ура Да Зарешаю На самом деле Здесь Можно Было Еще По-другому Что Сделать Но Это Так Более Продвинутая Техника Можно Было То Что Вы Вначале Говорили Какие Бывают Тройки Сидят Подряд Да Посчитать Количество Связей Между рыцарями-лжецами, рыцарями-хитрецами, между хитрецами-хитрецами, ну, в общем, все переменные вот эти обозначить, и там явно как-то посчитать. Вот я как человек, который все прямолинейно считает, вот я так делал, да. Более-менее тоже получается, просто чисто алгебраически получается. Но дети будут, скорее всего, вот как я сейчас решил. Да, да, да. Вот эти сейчас из НПК, где я сразу применил науку, здесь я решил как ребенок. Да, самое простое, наверное, решение детское, это вот именно вот эту пятерку обнаружить, когда лжец-рыцарь-хитрец-хитрец-хитрец. И вот как-то их множить, понять, что это... Ну да, можно еще предположить, что больше нет лжецов и прийти к противоречию, например. А если они еще есть, то где-то еще такая же пятерка, и она как-то зациклена на это, и уже все. Да, 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 все так. Ну все, по-моему, мы отхреначили остров лжецов. Да, осталось совсем чуть-чуть. Так. Это вот элементарная задача. Логи. Надо поставить еще две, так чтобы они... Ну да, ну да, конечно, это определитель, да, один из членов определителя матрица 4 на 4. Причем тут, как я понимаю, вообще нехрен делать, просто ставишь куда хочешь, и останется последнее место. Да, ну тут два варианта, да, либо вот так, либо вот так. Тут даже задержаться не будем, это все понятно. Да, элементарно Ватсон. Элементарно Ватсон, да, точно. О-о-о-о! Я помню, я в это не вникал, но помню, что Света решала, да. Ага. Это, я помню, да, это я даже не это самое... Там я видел, какие-то мостики рисуют, рисуют мостики, какие-то мостики. Так, он имеет что? Значит, ну да, нужно идти по закаленному стеклу. Да, чтобы не провалиться. Да. Вам сообщили, что ячейки, на которых написано число, кратные 4 или 9, сделанные из закаленного стекла. Да, и ровно они подразумеваются. Только. Да, да, да. По ним. То есть нужно идти по делящимся на 4 и делящимся на 9. Угу. Так, можно стартовать здесь, здесь. А, и всё. Угу. Хорошо. Ну вот, давай стартую. Здесь. Ээээ... Ну, понятно, дальше только сюда. А если я стартовал здесь... А можно я оба моста буду строить? Да, да, да. Можно отметить сначала все клетки, которые хочется, а потом можно что-то убирать. Потому что отсюда и только сюда. Дальше. И отсюда, и отсюда можно... А, нет, на 9 же надо. На 9 сюда нельзя. Да. Так, отсюда, сюда нельзя. Отсюда... Короче, на 4 или на 9. Отсюда только сюда можно. Угу. Отсюда можно пойти сюда, 9 с на 4, а больше никуда. Так. Отсюда можно сюда. Это 9 с на 4. Да. Можно сюда. А чего он не хочет? Нет, я сейчас... Надо вот еще раз просто... Какая-то странная синяя в этой плане. А, ладно. Так. Значит, отсюда сюда, отсюда куда? Здесь тупик. Все. Все. Все, мы точно знаем, где начинать. Убираем эту фигню. Да, конечно. Да, вот как продолжать, пока не знаем. Может быть так, а может быть еще как-то. Да, но здесь мы окружены числами, которые не делятся ни на 4, ни на 9. Да, тоже тупик. Тупик. Отлично. Мы продвигаемся, однако. Здесь только сюда. Здесь только сюда. Да. Я ответил. Ага. Так. Здесь... Так. Здесь... Ну, сюда. Да, только сюда. Только сюда. Ага. Так. Дальше. 39 не получится, 48 получится, 96 тоже, но нет смысла, потому что ясно, что все равно обратно через эту клетку придется возвращаться. Да, да, тогда... Поэтому тут, да. Если бы здесь было сейчас плохо, то я бы сказал, что задача некорректна, да? Так. Да. Ну и больше никуда пока, да? Да. Больше себя. Пока никуда, то есть тут все вроде как достраивается, тут все достраивается, ну, как бы это называется, тут достраивается естественным образом пока, да? На 4 и на 9. На 4, но я не могу идти дальше сюда. Значит, я должен идти сюда. Опять же сюда. Я не могу попасть, либо вообще назад. О, вот теперь только назад. Ух ты. Ё-о-о-о-о. Сейчас. Что? О, я не в тупике или? Нет, не в тупике. Я не в тупике, я должен еще сюда, сюда. Они все действуют на четыре просто. Да. Все, ой. Да! Сильно! Ну, тоже сидишь, делаешь просто. Да, в принципе, да. Ну и, наконец... О, это задача, которая лично мне очень нравится, мне кажется, это флагманская задача первого турнира. Кони невидимкие. На некоторых клетках доски 5 на 5 стоят невидимые шахматные кони. В каждой клетке не более одного. На некоторых клетках написано, сколько всего коней бьют данную. Какое целое число должно стоять в центре доски. Для удобства решения можно перетаскивать значки с конями на клетке доски, но при проверке учитывается только ответ. Да! Такой сапер своеобразный. Сапер. Сапер. Две? Да. Две! Но здесь всего две есть, которые вообще ее могут бить. Значит, что без конями? Один. Вот. А, и, кстати, один вот. Да. Значит, вокруг этого одного идет перешейк без коней, кроме этого. И вокруг этого одного тоже идет полностью без коневой перешейк. Да. Вот. Так. Кстати, нас совершенно не волнует ситуация, есть ли кони в белых клетках, потому что кони всегда бьют из черной на белую. Да. Я могу даже сюда, как это, поставить коня, ну и хрен с ним, да, пусть стоит. Задача только про клетки черные. Да. Так. Значит, один соблюли. Вот. Ну, да. Три. 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 Вот, значит, в этой четверке должно быть три коня. Ну, так как один уже отсутствует, значит, остальные должны быть. Так. Так, и что, осталось совсем немножко. Так, где еще есть что-нибудь, какая-то полезная информация? Вот, мне нужно понять, что у меня... Так, сейчас, значит, эту единицу обслужили, эту единицу обслужили. Это двойку. А, двойку не обслужили. Да. Нет, нет, есть. Есть. И вот теперь мы обслужим эту двойку. Да, уже два коня нет. Потому что два коня есть, значит, уже нет. Все. Все. Значит, из восьми клеток у меня раз, два, три коня. Три. Три белых коня, три белых коня, декабрь, январь и февраль. Не помню, мелодия какая там. Три белых коня, декабрь, январь и февраль. Нет, чуть-чуть там по-другому, если по-другому не помню. Ну, короче, три коня. Ура! Верно, да. Все. Так, Головоломского мы убили. Осталось очистить. Но. Числа. Числа. Вычеркиваем цифры. Какое наибольшее число можно получить, вычеркнув семь цифр из числа? Два, один, три. 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 Ну, так как существуют восемьизначные числа начинающиеся с тройки, то точно, абсолютно нужно... А, тут сразу записывать. То есть вот эти точно надо вычеркивать, потому что в правильном ответе они будут начинаться с тройки. Да, да, да. Так как существует. Дальше. Существует ли вариант, чтобы она начинала с двух троек? Да, существует. И мы еще вычеркнули сколько? Четыре. Четыре, да. Ну, опять же, если существует, значит, оно должно именно такое быть. Ну, и опять же, с трех троек тоже, а он как бы, раз существует, значит, должен быть. Да. И осталось вычеркнуть ровно одну цифру, но здесь уже недостижимо... Семь, да, да, да? Да, семь. Недостижимо четвертую тройку получить. Да, уже еще две. Нужно... Да, поэтому не может быть, что она начинается с трех троек и дальше идет тройка. Ну, из оставшихся двух вариантов, естественно, надо, чтобы он начался с двойки. Вот, значит, соответственно, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 1, 3. 3, 2, 1, 3. 3, 3, 3, 2, 3, 2, 1, 3. 3, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 3. Отправить. Yes, sir. Верно? Классическая задача. Да, 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 для самых маленьких. Ну, это тоже просто. На перемене. На этой неделе Петя был в школе каждый день с понедельника по субботу. Я в школе никогда не мог сидеть на одном месте долго. Я прыгал, Саватеев, сядь. Саватеев, выгоню сейчас из класса. У меня уже урок явно подходит к концу. Так, на этой неделе Петя в школе каждый день с понедельника по субботу. Субботу учится? Да, вот, бедные дети. А-а-а. Да, Андрюч, это их неплохо. Причем каждый из этих дней, у него был хотя бы один урок. Ну да. Ну что, иначе в школе-то делать. Так, каждую перемену между уроками сыграл одну партию Крестки-Новики. А, каждую перемену соседом по партии. Да, имеется в виду, что до первого урока, после последнего он не играл. Сколько всего уроков было на этой неделе, если в итоге Петя сыграл 23 партии. Ну, как бы, перемен всегда ровно на одну меньше, чем уроков каждый день. Все так. Дней 6. Между вас здесь, очевидно. Ну, мне кажется, тут нечего обсужда. Да, тут все очевидно. Но совершенно пофиг, были ли дни, когда он не играл. Потому что у них был один урок. Да, да. Все равно. Ну, почему-то решили прописать. Наш крестик, да, все. Нет, нет, в смысле. Нет, условия, это совершенно правильное. Я имею в виду, что даже неважно, были ли дни, когда он не играл. В них все равно было на один урок больше, чем перемен. Да, да, да. То, что было ровно один урок. То есть тут прям такая константа. Вот каждый день на одну меньше. Фиселбург. Последняя задача. Как такое возможно? Как такое возможно? Да, ну, на самом деле, конечно, пока у нас камеры вырубились, мы уже ее прочли. И, да, Маша с носом алкоголички получила на день рождения, значит, книгу со скидкой 10%. Из-за этого выросло на 227 рублей больше уже заплатили. Потому что, очевидно, книжка стоит больше 700 рублей, но со скидкой меньше. И, соответственно, ей пришлось из-за этого, значит, платить еще 300. То есть, ну, тут я боюсь, что без уравнения-то не обойтись никак. То есть, если х это стоимость книги, то, соответственно, значит, вот у меня х, и это то, что заплатил Ваня. А Маша заплатила 0,9х. Но при Ване пришлось платить 300. И это на 227 рублей больше, чем Ваня. Поэтому, если я вот так напишу, то это два числа в равновесии друг друга. Вот. И получится, что 0,1х, то есть десятая доля х, это 300 минус 227. 73, если мне не изменяет. Да, значит, х равно 730. Но это довольно естественно, потому что должно быть больше 700, но после скидки меньше. Да. 730? Пробуем. Пробуем. И собираем результат с одной, этой самой, с одной, соответственно, подсказкой. Да. Yes, sir. Все. Правильно. Все. Значит, максимум 47. Да. Максимум 47. У Светы было 40. Она получила несколько подсказок. Это очень хороший результат. Она, то есть она, ну там, вот одна сдача неправильная, еще несколько подсказок было. Видимо, 4. 4 подсказки, одна неправильная из-за неправильного понятного, ну, условия, ну, да, с лыжицами. То есть могло бы быть 43, если бы правильно поняла. Но местами не получалось. Да, хорошо, хорошо, хорошо. Итого, друзья. Да, про второй тур, да, расскажи про следующий. Да, в феврале планируется провести второй турнир. Он тоже будет бесплатным, регистрация будет бесплатная. Мы там прикрутим разного рода бонусы. Вроде можно будет восстанавливать пароль, но я не уверен. Будет рассылка по электронной почте, уже кажется. И во втором турнире будет еще больше интересных задач, интерактивных, естественно, чтобы вы могли решать что-то интересное. Класс! Там уже карту сделали интересную дизайнера, нашли, как бы, да. Вроде же дизайнер журнала Кватик. Здорово, классно, это классно. Может быть, прикрутим тоже еще дизайн сайта. Я точно не помню, что конкретно планируется. Но, да, то есть шаг вперед определенно будет. И обещаю зрителям будет шаг вперед именно с точки зрения интерактива. Несколько интересных задач. Думаю, я в качестве интриги сохраню это. Супер, супер, конечно, сохраним. Ну что, тогда удачи, значит, вам в решении Квантика. Вообще, имейте в виду, что есть Квантик журнал, там, и все такое, да. Вот. Прошу любить и жаловать. Еще раз спасибо детям на науке, где мы находимся. И Маткульт, пока! Субтитры сделал DimaTorzok